Добрый день, добрый день, рада приветствовать всех, кто посетил наш сегодняшний прямой эфир. Меня зовут Овешникова Наталья, я представляю Вивасан в Ростове-на-Дону, занимаюсь, являюсь бизнес-партнером компании, лидером по Югу России, многих клиентов, партнеров в других городах и регионах. Опыт работы колоссальный, и поэтому хочу им поделиться. В свое время посещала много конференций, семинаров, обучений. Мои знания, так же как знания моих коллег, основываются на рекомендациях и практике российских врачей, фармацевтов и ароматерапевтов. Я обращаюсь прежде всего к новичкам, к тем людям, которые только-только услышали об этой компании и об этих продуктах. Или, может быть, есть люди, которые пользуются даже активно всей остальной продукцией компании, потому что мы работаем с несколькими заводами швейцарскими. На прошлом эфире я уже говорила о том, что эфирные масла в силу своих фармакологических свойств используются в терапевтической практике, если это масла высокого качества. Они используются в практике врачей на протяжении уже очень многих лет. Вообще-то, честно говоря, история ароматерапии насчитывает тысячелетия. Но мы говорим о сегодняшнем дне. Есть масла настолько сильного действия, что они заменяют лекарственные средства, заменяют аптеку, фармацевтику, химические, фармацевтические препараты. В частности, в 70-х годах прошлого века получился такой результат в терапии, что человеческий организм перестал должным образом реагировать на антибиотики синтетические. И вот тогда-то и вспомнили об эфирных маслах, которые обладают действием сродни антибиотикам. И первое масло номер один, которое мы рекомендуем использовать дома в любом возрасте, начиная с младенческого – это эфирное масло чайного дерева. Но здесь есть один нюанс. Данное эфирное масло завода «Элексан Ароматика» в своем составе имеет еще эфиры «Мануки» и «Кануки». Для чего они введены в этот состав? Для того, чтобы усилить действие чайного дерева, сделать его универсальным, обладающим расширенным спектром действия и более мягким. Потому что именно это масло, так же как масло лаванды, можно наносить на кожу и даже на слизистые без базового масла, без базы, без эмульгатора. Не будет ожога. «Манука» выращивается в Новой Зеландии, а «Канука» в Австралии и Новой Зеландии. Чайное дерево – это кустарниковое растение, не выше полутора метров. И это универсальный антибиотик. Антибактериальная и противогрибковая, кстати, активность его высочайшая. Содержит в своем составе активные вещества в огромной концентрации. Просто в огромной. «Манука» – это растение дерева, высокое. Используются листья и стебли, ветви. «Манука» обладает сильнейшим действием против грамм отрицательных бактерий. И в этом плане в 20-40 раз превышает действие чайного дерева. То есть усиливает его таким образом. А «Канука» добавляет еще в плане своего воздействия еще и противовоспалительный сильный эффект сродни кортизону. То есть это, скажем, гормон, гормоноподобное вещество, которое используется в терапии для снятия болей, для снятия суставных болей, суставных воспалений. И обладает действием антигистаминным. То есть если мы используем в лечении, скажем, носоглотки, то это еще и снятие отеков, да, это аллергического характера, аллергических ринитов. И в совокупности эти три компонента не имеют вообще аналогов в мире. Вот такая синергия трех компонентов дает возможность использовать чайное дерево даже в родильных домах Швейцарии. Как мы его используем? Какими методами дома? Это аромалампа или диффузор в небольшом количестве распыляется с водой в воздухе, да, идет мелкодерсперсное распыление, идет дезинфекция, убиваются грамм положительные, грамм отрицательные бактерии. Масло чайного дерева обладает удивительным тонизирующим эффектом, активизирует работу головного мозга, способствует концентрации внимания. Если ставится аромалампа с чайным деревом или вот с другими маслами, о которых я сегодня также буду говорить, то, во-первых, ну, если это, скажем, аудитория какая-то, школьный класс, допустим, то заболеваемость снижается до 50%, если это делается в течение месяца регулярно на уроках, на занятиях, на лекциях. А мозговая активность или, скажем так, даже количество ошибок, допускаемых учениками по невнимательности, именно не в связи с незнанием материала, а по невнимательности, уменьшается до 15%. Такого аналогичного действия мы, как бы, наука больше не знаем. Эфирное масло чайного дерева, я уже говорила, используется в родильных домах. Почему? Во-первых, это действия против стафилококков, да, это гнойные инфекции, это послеродовые любые инфекции. С младенцами работают, с роженицами работают, на базовых маслах, в массажных смесях, с диффузорами в помещениях работают. Если мы берем домашние условия, то можно купать младенца, используя эфирное масло чайного дерева. Ну, естественно, мы разводим одну капельку в молоке, и тогда добавляем в ванночку. В комнате точно так же мы используем. Больше, пожалуй, как бы таких методов для младенцев применимых нет. Мама кормящая может добавлять в базовое масло, обрабатывать грудь. Эфирное масло чайного дерева обладает прекрасным противогрибковым эффектом в плане, допустим, кандидозов, молочниц, мочеполовых инфекций. Это могут быть массажные смеси. При различных воспалительных процессах, костных тканей, мягких тканей, используются компрессы с маслом чайного дерева. Оно разводится в водичке несколько капель и делается компресс на больное место. Прекрасно себя зарекомендовали ванны с маслом чайного дерева, в частности, ванночки для ног. Противогрибковый эффект сильнейший. Просто регулярное применение, скажем, хотя бы в течение месяца, и человек увидит реальный эффект. Словом, масло чайного дерева – это наше все. Это универсальный антибиотик, противовирусный препарат, скажем так, масло противогрибковое. И плюс очень хорошее тонизирующее средство для мозга, активатор многих процессов в организме, иммуномодулятор, иммуностимулятор природный. То есть даже вдыхая просто эфирное масло чайного дерева, капнув его на маску, допустим, на носовой платок, вы получаете сразу воздействие в нескольких направлениях. Это и защита от инфекции, это лечебный эффект, кстати, даже отхаркивающий при заболеваниях верхних дыхательных путей. И хорошо работает по бронхолегочной системе. Ну вот, чайное дерево еще мы используем при работе с кожными проблемами, при работе с проблемами волосистой части головы. То есть это проблемы перхоти, сибореи, выпадения волос. Чайное дерево прекрасно себя зарекомендовало. Можно добавлять шампунь, просто шампунь сразу не смывать. Подержать хотя бы там 2-3 минутки, потом смыть. Очень быстро решает проблемы сибореи. Ну, выпадение волос, это, конечно, более такая серьезная проблема, там дольше идет работа. Что еще интересно? Чайное дерево спасает от укусов насекомых очень хорошо. Убирает раздражение, убирает зуд, спасает даже при укусах клещей. Если на клеща, который вот находится на коже, капнуть одну капельку чайного дерева, то этот клещ моментально погибает. Он не успевает впрыскивать отравленную даже кровь обратно в человека. Не успевает. Эфирное масло чайного дерева работает на клеточном уровне и не дает питаться бактериям, вирусам, полностью лишает их питательной среды. Это масло номер один. Вообще у нас существует три масла универсальных, которые мы называем монстрами. То есть вот ваша домашняя аптечка. Это масло чайного дерева, масло лаванды и масло лимона. Сейчас я хочу поговорить о масле лаванды. Широко известное растение. У нас оно выращивалось всегда в Крыму. Крымская лаванда широко известна, но в терапии не используется. То есть опять же мы говорим сегодня только о терапевтических эфирных маслах. 100% масло лаванды без всякого развития добывается методом паровой дистилляции. Довольно сложная система. Используется так же, как и чайное дерево с первых дней жизни. Также используется в родильных домах Швейцарии. То есть даже по строжайшим правилам Швейцарии, как масла завода Александра Ароматика используются в лечебных заведениях, а чайное дерево и лаванда в родильных домах тоже используют нервную систему. Гармонизирование депрессивных состояний, волнений, потрясений доставило в наш организм. Это то, что общеизвестно. То, что не всем известно. Это то, что масло лаванды спасает при ожогах. В чистом виде из кожи, какой бы обширной она ни была. Масло лаванды обладает также обезболивающим эффектом. Чайное дерево тоже при ожогах используется. И чайное дерево, и масло лаванды прекрасно справляются с гнойными инфекциями, с угревой сыпью, с нейродермитами, с пеленочным дерматитом. Поэтому вот также используется в тех же самых родильных домах, то есть с младенчества. Лаванда обладает настолько широкими свойствами, что они тоже сопоставимы, наверное, с чайным деревом. Лаванда также борется прекрасно с сибореей. Лаванда снимает спазмы, спазмы гладкой мускулатуры. Ну, это желудочно-кишечный тракт. Лаванда обладает, имеет в своем составе гормоноподобные вещества. Не гормоны в чистом виде, а гормоноподобные вещества, которые выравнивают в определенной степени гормональный баланс, как у мужчин, так и у женщин. Используется в смесях с базовыми маслами. У нас они это масло жужуба, масло авокадо, масло органа. Прекрасно работает при массажах, то есть снимает мышечные зажимы. Спина, ноги, икроножные мышцы. Пожалуйста, используйте. Прекрасно работает в ваннах. Мы добавляем ее или на соль, или на молоко. И в градусах вы получаете сразу многоплановый такой широкий эффект. Вы работаете со своей кожей, вы ее увлажняете, вы ее питаете. Вы расслабляетесь, вы успокаиваетесь. Приходите в такое гармоничное, спокойное состояние. Потом в состояние сна человек прекрасно засыпает. Лаванда интересным действием обладает. Помимо того, что она успокаивает, но она еще может активировать работу головного мозга. То есть, опять же, когда мы говорим, требуется поработать со школьниками, улучшить их память, концентрацию внимания, лаванда нам в этом помогает. Поставьте в комнате, где занимается ваш ребенок, диффузор или аромалампу с лавандой. Если это делать в определенной системе, вы довольно быстро увидите результат. Лаванда полезна сердечникам. Почему мы говорим, она нужна в аптечке? То есть, помимо ожогов, скорой помощи, боли, спазмы, какие-то нервные состояния, лаванда еще и улучшает проводимость сердечной мышцы. Ее можно нанести также в чистом виде 2-3 капли на область сердца. Минут 15-20 человек, сердечник, он получает уже скорый такой вот результат. Скорая помощь. Может быть, я сейчас о чем-то еще не сказала, потому что использование лаванды на самом деле очень широкое. О ожоге я уже сказала, да. Поэтому это кожа, это нервная система, это волосы, это противогрибковое воздействие, успокаивающее, балансирующее. Это эфирное масло лимона. У нас лимон мясинский, тоже 100% масло. И надо понимать, что добывается оно другим путем. Это у нас идет уже холодный отжим, да. Не из самого плода, из кожуры, мякоти, именно вот под верхним слоем кожуры цедра. Эфирное масло лимона обладает также широчайшим спектром действия. Это питьевое масло, также как масло чайного дерева, да. Мы можем применять внутрь на эмульгатор, на сахар, мед, молоко, кефир или в хлебной капсуле. Масло лимона шире используется как питьевое, потому что мы можем еще и в кулинарии его использовать. Вы можете добавлять его в растительное масло и добавлять в салаты, в какие-то блюда. В одной капле масла лимона активных веществ содержится приблизительно как в 15 плодах. Вот можете себе представить по своему воздействию, насколько оно сильное, сколько там того же витамина С природного, активного, который быстро проникает внутрь клетки. Эфирное масло лимона не используется в первые месяцы и годы жизни ребенка, да, чуть позже мы его подключаем. Но это активное масло, которое воздействует на иммунную систему, стимулирует ее, что особенно актуально в период сезонных заболеваний, да. Опять же мы говорим об аромотерапии, прежде всего это вдыхание масла на платок, на салфетку, аромадиффузор, аромалампа, то есть в любой форме, которая вам удобна. Или просто, как я объясняла в прошлый раз, капнули масло на ладошку, растерли между двумя ладонями, вот так поставили перед лицом и несколько минут подышали. Вы получили активное поступление компонентов эфирного масла в нос, обонятельные рецепторы, дальше в головной мозг и дальше регуляция всех систем организма. Антибактерия – сильное средство, но с кремом, либо с базовым маслом. Эфирные рецепторы работают в ванной с маслом лимона. Широко используются активные мозговые и умственные деятельности, то есть активизируются памяти, запоминания, концентрация внимания. Эфирная масла лимона очень полезна для сосудов, поэтому назначается всегда при любых сосудистых проблемах, да, хоз и атеросклероз и прочее, мочекаменной болезни, при проблемах с поджелудочной железой, потому что активизируют процесс пищеварения. Эфирное масло лимон регулирует желчеотделение. Вот это огромная проблема, и я в практике столкнулась с тем, что этот вопрос стоит на повестке дня даже у детей. У многих детишек ранние дискинезии, которые в силу разных причин не решаются до, скажем, школьного возраста, и потом дети входят в школьный возраст, имея эту проблему, да, и даже имея проблемы с образованием песка в почках. Вот эфирное масло лимона можно принять. Также на эмульгатор, также оно пить или более или менее регулярно в пищу, да, и направляем в те же самые салатики. Что еще? Эфирное масло лимона используется в косметологии очень широко. Оно отбеливает кожу, можно добавлять в свои какие-то тоники, можно добавлять в массажные смеси, делать массаж лица, можно добавлять в кремы. Великолепно работает. При куперозе можно совмещать с лавандой. Проблему купероза решает великолепно. У кого пигментные пятна, повышенная пигментация, пожалуйста, используйте с нашими базовыми маслами, которые усиливают терапевтический эффект масла лимон. Почему я рекомендую базу славивасан? Жужуба, авокадо, органа, они имеют такую формулу, они, мало того, что они натуральные, жужуба и авокадо, они вообще 100%. Они не оставляют жирной пленки на теле. Они впитываются моментально, и благодаря этому идет еще дополнительная работа с кожей, потому что они сами обладают своим свойственным им лечебным эффектом. Эфирное масло лимона я рекомендую вообще иметь даже порой. Скажем, бывает так, что кому-то вы можете оказать элементарную скорую помощь. При окружениях, при какой-то тошноте, в транспорте, при неприятных запахах вы можете дать человеку подышать эфирным маслом лимона или капнуть на салфетку дать подышать. И таким образом моментально, буквально 2-3 минуты проблема решает. Вот эти мастерами от компании Вивасан. И, конечно, когда мы говорим о минимальной аромоаптечке, мы начинаем именно с этой. Аптечка у нас может быть и расширена. То есть в зависимости от того, какие еще проблемы есть у того или иного человека, что бы ему хотелось решить и закрыть данную проблему, выбираются, может быть, еще какие-то масла. Но то, что лично я бы рекомендовала, я бы рекомендовала иметь в своей аптечке эфирное масло фенхеля. Я в нескольких словах, может быть, не так широко, но представлю это масло. Запах довольно сладковатый такой, анисовый. Знакомый нам с детства по аптечной фармакологии. Фенхель почему рекомендую? Потому что это прежде всего решение проблем желудочно-кишечного тракта. Скорая помощь, да? Вздутие, метеоризм, плохое переваривание пищи, помогает работе поджелудочной железы, справляется как с запорами, так и с поносами. Антидот всех ядов и токсинов. То есть, если не дает хоть какое-то отравление, эфирное масло фенхеля можно в усиленной дозировке. Но, естественно, на эмульгатор принимаем внутрь. И не забываем, что когда мы пользуемся активно эфирными маслами, особенно питьевыми, мы увеличиваем количество питьевой воды. По крайней мере, в два раза. Проблемы желудочно-кишечного тракта, любых отравлений, пожалуйста, мы его используем. Эфирное масло фенхеля активно используется кормящими мамами, потому что усиливает лактацию. Можно наружно принимать, если по какой-то причине человек некомфортно ему принимать внутрь. То есть наружно, в массажных смесях, пожалуйста, на ту же область желудочно-кишечного тракта или грудь. Кстати, деткам маленьким, когда мы не можем применять эфирное масло внутрь, но мы можем в небольшой концентрации, скажем, одна капля на 50 мл базового масла, мы можем маленькому ребеночку делать массажик по часовой стрелке животика. Вот колики быстро устраняются. Если мы говорим о заболеваниях бронхолегочной системы, то эфирное масло фенхеля помогает разжижить мокроту, вывести эту слизь из организма и освободить от этой слизи легкие бронхи. Вот великолепно работает в этом плане. Помимо того, также имеет в своем составе гормоноподобные вещества, показано при различных гормональных нарушениях, нарушениях цикломесячных, при климаксе, ну вот такого рода проблемах. Поэтому широко используется. И еще одно масло, которое я рекомендую иметь в домашней аптечке, это эфирное масло 33 трав. То есть здесь собраны 33 эфира, и вы видите, что флакончик больше. Здесь уже 50 мл. Все флакончики вилосан, кроме композиции, у нас это 10 мл. А 33 травы в двух вариантах оно у нас содержится, 50 мл. Поэтому хватает очень надолго, на несколько лет использования всей семьей, скажем, должно. И для вдыхания, наружно в смесях используется, снимает прекрасно боли, суставные боли, невралгии, миозиты, радикулиты. Прекрасно действует после тренировок, когда спазмированные мышцы. Оно питьевое, то есть также на сахар, на мед, на молоко, на кефир. Быстро снимает боль в горле. Оно приятное на вкус. Детям нравится. Но опять же я говорю, не совсем маленьким, конечно, деткам, уже постарше. Инфекциях. Миндалин, допустим, да, ларингитах. Вот используйте, пожалуйста, широко это масло. Снимает головные боли. Снимает раздражение и зуд от укусов насекомых. Если после комарийных укусов появилась аллергическая реакция, где такой деперемия, краснота, достаточно 1-2 афирного масла, и прямо на глазах уходит и краснота, и зудки. Ингалякции с ним прекрасно делать, как горячие, так и холодные. Можно делать массаж кожи головы, активизирует деятельность мозга, даже в пожилом возрасте, то есть активно применяется. То есть спектр действия широкий, универсальный. Если вы хотите расширить свою домашнюю аптечку, пожалуйста, можете обратить внимание именно на это масло. В принципе, основной материал я сейчас дала. Если есть вопросы, пожалуйста. Так, вопросы. Что лучше использовать при псориазе и какие есть результаты? Эфирные масла при псориазе. Вы знаете, значит, у нас есть программа лечения псориаза, там используются и вещи совершенно, которые работают на внуки, так сказать. В том числе мы используем ароматерапию в виде эфирных масел и кремов. Эфирные масла. Но здесь, если мы говорим о чистых эфирных маслах, то, насколько я помню, это чайное дерево, лаванда, если не ошибаюсь, ладан. Ладан, да. Можно как бы глубже копнуть эту проблему при псориазе, потому что сейчас у нас состав эфирных масел расширился, конечно. И здесь еще важно учитывать индивидуальное восприятие человеком эфирных масел. Вот, кстати, если мы говорим, как мы выбираем эфирные масла, по тому, как наш организм их воспринимает. Если эфирное масло нам нравится, мы должны его использовать в данный момент. Потом реакция может измениться. А вот чайное дерево у нас рекомендовано в любом случае. Нравится оно или не нравится, если есть показания к его применению. Так, еще есть вопросы? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при повышенной температуре, там 38-38,5, какое из данных масел предпочтите не использовать? Спасибо. При ОРВИ. Здравствуйте. Значит, если мы обращаемся к минимальной такой аптечке, вот о которой я сегодня говорила, да, это эфирное масло лимона. Оно обладает жаропонижающим эффектом. Можно его сочетать с маслом, хорошо сочетать с маслом 33 травы. Или отдельно использовать масло 33 травы. Масло 33 травы разводится, стирается, а протирается вот полотенцем смущенным в этом растворе, без эмульгатора, без ничего, просто взбалтывается эта смесь. Потихоньку мы идем от ног, от стоп к голове, да. Есть зоны, на которых мы можем остановиться. Это икроножные зоны, это зоны локтевых сгибов, зоны пульса, там можно подольше подержать, и шейно-воротниковая зона. В принципе, мы можем сделать смесь 33 травы, лимон и, допустим, лаванда на базовом масле и проработать зоны лимфоузлов, прорабатывать. Но это делается с небольшими промежутками по времени, полтора-два часа. Это лимфоузлы подчелюстные, подмышечные, зоны локтевых сгибов, зоны пульса, паховые, подколенные, да. Вот. Наносятся туда просто, даже не втираются, ничего просто нанести, да. Температура постепенно снижается, потом опять повышается. Мы повторяем эту процедуру в течение дня. Если сейчас сложные инфекции, там, ковидные и так далее, это может занять не один день. Но эффект будет очень значительный. Я сталкивалась с тем, что при мне, скажем, даже три дня при температуре 39-39 с лишним, еще добавляли в смесь, потом опять поднималась. Но зато потом эта температура падала до 37, вот, и больше как бы не поднималась. А потом на нормальное уходило. Наталья, можно задать вопрос участникам? Здесь есть те, которые новички. Просто я вижу очень много людей, знакомые лица, фамилии. Сколько здесь? Вот те, кто новички, поставьте в чат единички, пожалуйста. Кто еще не использовал ароматерапию? Или только, например, начали использовать? Кто хотел узнать бы больше? Есть такие? Или все уже давно, и все все знают? Есть Елена. Отлично. Подскажите, пожалуйста, какие вопросы для вас интересно было бы узнать по ароматерапии? Что для вас было бы самое актуальное? Для детей, для взрослых? Что нужно использовать при простудных ОРВИ? Какие темы? Можно микрофон включить, сказать? Мы можем, да, отдельно провести темы, допустим, если интересно, именно ароматерапия. ОРВИ. Зульфия, спасибо большое. Отдельная тема для детишек, для младенцев, для беременных, кормящих, пожалуйста. Про судных заболеваний довольно-таки много. Сегодня речь шла. Ну, вот сейчас сезонные, да, сейчас идут сезонные заболевания, поэтому и начали мы на серию наших прямых эфиров именно с сезонных, да, борьба с сезонными заболеваниями, профилактика и лечение, восстановление, но мы делаем акцент сейчас именно на эфирные масла, потому что это интересно, и далеко не все с этим знакомы, да, это вот такая фишка компании, это золотой фонд компании. И я вот уже второй эфир, я повторяю, что это уже принято, да, в международной практике, принято врачами, да, не обязательно ароматерапевтами, но колоссальное количество исследований проводилось и проводится по тому же чайному делу, да, насколько оно широко по своему действию. Сейчас уже доказано его противоонкологическое хорошее воздействие. И, то есть, это масло онколог, гнойные инфекции, гнойные раны, все вытягивает на поверхность, убивает стафилококк, прекрасно справляется с золотистым стафилококком. Ну, то есть, вот эти моменты, да, поэтому мы обращаем на это внимание, не вызывают привыкания эфирные масла. Аккуратно, конечно, работать с аллергиками, это да. Будем в дальнейшем говорить о том, что все равно используется при даже бронхиальной астме, понимаете, то есть, есть показания при бронхиальной астме. Наталья, можно поделюсь? Вот многие не знают, как решить проблему той же аллергии, потому что на самом деле нет лекарства вообще официально. Я своего ребенка вылечила 17 лет назад. За 17 лет я из всех таблеток применяла один единственный раз антибиотики при гнойноматите. Они не помогли. Вивасан дальше справился отлично, и дырка в барабанной перепонке полностью затянулась. Но это как бы вот вам результат ароматерапии и продукции Вивасан. Потому что все практически заболевания, простудные, все, что с этим связано, можно использовать продукцию Вивасан и получать шикарные результаты. Поэтому, я думаю, можно в чате написать вообще темы, которые интересны, чтобы это было актуально, чтобы было желание приглашать знакомых, которые хотят экологические методы лекиться, а не таблетками. Очень интересно было бы услышать вот про аллергию. Да, просто мы составим, можем корректировать план, да, и план прямых. Головная боль сейчас простуда. Я не знаю, что у вас сейчас есть из нашей продукции, в частности, из эфирных масел. Головная боль снимается хорошо эфирным маслом 33 травы. То есть, ну, это то, что касается головной боли, это на область висков, это вдыхать, естественно, вот как я говорила, ладошками хотя бы, да. Это можно использовать наш бальзам альпийские травы, о котором мы говорили в прошлый раз. Ну, состав такой же, собственно, как у этого масла, 33 травы, да. Кому-то помогает эфирное масло лимона при головной боли, но здесь, конечно, головная боль не просто так, она связана с простудой, с интоксикацией организма. Поэтому, пожалуйста, чайное дерево, пейте внутрь, полощите орла, делайте себе с ним капли в нос, пожалуйста, или массажную смесь и наносите на пазухи, там, под носом, да, растирайте грудь массажной смесью с чайным деревом, спину. Очень хорошо проработка стоп идет при ОРВИ, там, да, различной степени тяжести. То есть, пожалуйста, чайное дерево, 33 травы, та же самая, лаванда, лимон на стопы и массаж рефлекторных всех точек вы получите, да. Рукой массажировать, можете каким-нибудь. Так, что еще? Полоскание горла, верхние дыхательные пути, да. Если там кашель идет, это то же самое, это чайное дерево, это можно 33 травы, лимон, можно добавлять в молоко, в мед с молоком, пожалуйста, и с эфирными маслами. Здесь вы усиливаете как бы концентрации при болезни, вы можете принимать и 3, и 4 раза в день, там, да, но непродолжительное время, то есть не 2, не 3 недели, там, не месяц, да, а именно вот острый, когда тяжелый период, несколько дней до недели, вы можете принимать не 2 капли в день, как при курсовом приеме эфирного масла, а больше, и вы можете их сочетать, да, 2-3 масла вместе с такой, даже внутрь принимать и наружно. Горячие ингаляции при влокой температуре не делаются, а холодные делаются, когда температура снижается уже ниже 38, тогда можно подключать горячие ингаляции с эфирными маслами, апаем там или в воду просто и дышим горячей водой, ну не кипяток, конечно, и хорошо работают содовые ингаляции, с эфирным маслом, горячую воду и дышать. Как убрать пигментацию с кожи после нейродермии? Восстановление кожного покрова, именно пигментация, опять же мы говорим, если нейродермия, насколько сильно поражена кожа, насколько большой пласт, да, большие пораженные участки, но вообще эфирное масло лимона, вы можете делать компрессы с ним, вы можете делать с базовым маслом, желательно жужуба, потому что оно в свою очередь хорошо восстанавливает, регенерирует кожу, добавляет туда эфирное масло лимона и можно комбинировать или чередовать с эфирным маслом розового дерева, но процесс длительный, да, и если вы используете эфирное масло лимона, не выходите пожалуйста сразу на улицу, даже если это осень, потому что все равно там ультрафиолет есть при любой погоде, то есть хотя бы полтора-два часа, чтобы прошло, а лучше там вечером делать. Наташа, там еще очень хорошо работает календула, она очень хорошо убирает вот эти все пятна с лимоном, календула, крем-календула. Можно на календуле, да, можно на календуле делать, то есть да, соответствующая база, которая обладает определенным эффектом своим лечебным, но обязательно все равно вот эфирное масло, там буквально одна капелька на базу идет, и вам целиком лицо, шею, так, ну, еще есть вопросы? Ну, хорошо, если вопросов больше нет, будем заканчивать наш прямой эфир, если у нас новички. Можно уточнить, вот если сейчас обмазывать, обтирать человека от температуры, вот примерно сколько капель на какой объем воды, масло 33 травы? 33 травы, обычно пол-литровая емкость воды, да, на пол-литра, 15 капель масла 33 травы, взболтать, потому что там, ну, как бы капельками она нужна, без эмульгатора, чтобы соль не добавлять, мед не добавлять, молоко, зачем протирать, вот, то есть просто взболтали, туда погрузили небольшое полотенце, допустим, или салфетку какую-то небольшую, отжали, чтобы не текло, и протираем, и протираем, да, ну, вот лучше сочетать, 33 травы с лимоном, сильнее будет действие. Ага, и какой-то вы еще говорили усилить, просто подвисла трансляция. Эвкалипт, эвкалипт. А, эвкалипт, ага, и без разницы, там вот есть 33 травы простые, 33 травы стронг. А, стронг, там состав одинаковый, просто немножко, вот в стронге, да, как бы усилить, в обычном, корица, кто-то не любит корицу, кстати, эту же смесь можно принимать внутрь, В одинаковых пропорциях 33 травы, лимон и эвкалипт, пожалуйста, то есть развели и пару капель на этой смеси на сахар, на мед, на молоко и принимать внутрь, но всегда увеличивайте количество воды, пожалуйста, в два-три раза, если особенно мы пьем внутрь эфирное масло. И при отеках масло лимона тоже где-то на пол-литра 15 капель, да? Да, да, при отеках еще очень хорошо работает лаванда, кстати, поэтому когда у нас идут лимонки, вот такие все проблемы венозные, ванночка для ног с малавандой очень хорошо с отеками работает. Спасибо, спасибо большое. Наталья, а для ванночки, для ног сколько капель лимона? Просто, например, на пол-литра лимона 15, это немного будет? На пол-литра воды 15 капель, у нас были рекомендации как бы 15, ну от 10 до 15 там бывают дети, мы меньше берем капель, да, взрослым больше вот 30 травы. Но если мы добавляем какое-то масло, ну, синергию берем по масел, не должно превышать 15-го человека в этой смеси. То есть, допустим, можно взять там сколько, 10 капель 30 травы и, допустим, 5 капель лимона или пополам, к примеру. Ванночки для ног, ну, это может быть 3-4 капли хватит, ванночка для ног. Я так вижу, что здесь у нас косметологи, да, дерматологи, косметологи, я правильно поняла, есть еще здесь на эфире. У меня был случай в практике, очень серьезный, в Дагестане была эта история, когда к девочкам моим знакомым, с которыми я активно работала, косметологом, пришла клиентка с тяжелым поражением ожоговым лица, взорвался газовый баллон, и как глаза она не повредила это чудо, это просто была молоденькая девочка, лицо было жутко изуродовано, не было возможности идти на пластику финансовых, и она пришла, поделайте мне, не знаю, что мне сказали, озонотерапия, там еще что-то. В общем, да, сделали где-то 5, немного, 5 сеансов озонотерапии, и домой она взяла календулу с маслом лаванды. И я ей сказала, утро, вечер, утро, вечер, длительно. Эту девочку я увидела, наверное, через максимум 3 месяца, по-моему, даже 3 месяца не прошло, я опять пришла, я ее просто не узнала. Она пришла там совершенно другому человеку, Тойоте, я говорю, извините, нет, она мне показывает фото в телефоне, это та девочка, у нее была идеальная кожа. Так, можно ли убрать очень сильные отеки под глазами маслами? Да, можно, да, можно, если этим заниматься, делайте утром, ну, во-первых, проверьте почки, раз. Во-вторых, то есть воздействуйте на причину. Если с этим сложности, значит, еще такой момент, уменьшайте количество жидкости вечером питьевой, это 2. И третье, если вы все равно, мы встаем с отеками, да, что можно сделать? Ну, во-первых, мы делаем такую вещь, как аромалед с эфирными маслами. Ну, там подбираются уже индивидуальные эфирные масла. Вот, аромалед, кубики, и вы протираете лицо. И второе, вы можете, да, сделать смесь массажную именно для, ну, лимфомассаж именно вот этой зоны, да, лицо, шея, вот так вот, скажем так. То есть техники массажа, ну, я не знаю, может быть, это отдельная тема, или в интернете где-то посмотрите, или, ну, сейчас я уже не буду это углубляться. Ну, да, можно. Можно. Хорошо работают фенхель и пачули. Фенхель, пачули, но использовать аккуратно по одной капельке в отдельных дозировках. Обязательно на базовом масле, да, хорошо в массаже работает даже не журоба, а авокадо, оно пластичное такое, вот если, потому что мы касаемся всей вот этой зоны, то есть мы сгоняем лимфу, все вот сюда, там, да, там разные зоны прорабатываются по-разному. Ну, если, если это интересно, мы можем отдельную тему сделать, да, именно уход за, там, собой, да, лицо в основном, там, лицо, шея, декольте с эфирными маслами. То есть мы можем отдельно тему эфира и такую сделать. Так, ну... Вопрос еще один. По поводу... Вот утром просыпаешься и бывает непонятная теология, тошнота такая какая-то, вот она легкая, не сказать, что это вот внутреннее ЖКТ и тяжесть в голове. Вот в первую очередь, что можно в этом моменте сделать? Ну, во-первых, нужно все равно понять, чем связано, да? Возможно, больше всего, наверное, связано с шейным отделом в позвоночниках, ну, в шее есть такие проблемы, и вот, мне кажется, на фоне этого какое-то вот ощущение. Ну, все равно я бы рекомендовала, конечно, обследоваться, если такие явления продолжаются уже очень длительно, да, особенно, вот. Вот, то есть все равно головная, ну, насколько это регулярно, насколько это в системе, или это постоянно, или это периодически, или, значит, нужно опять же понять, что с давлением, вегетососудистая дистония, хотя это не считается диагнозом, но тем не менее имеет место быть, да, метеочувствительность, метеозависимость, еще что-то. То есть понять вот это, потому что меряки давления, потому что бывает отклонения в давлении тоже вызывают тошноту, да? У многих людей проблемы с пережимом, там, скажем, позвоночных артерий, но далеко не всегда это вызывает стабильную, постоянную, регулярную головную боль, и тем более, тошноту по утрам. Понимаете, то есть здесь может быть вегетативная нервная система, если в вашем городе он есть, с этим работают наши специалисты, ну, или, как бы, все равно причину четкую, тошноту снимает масло-лимон, прекрасно, вот просто на ура. Да, вот так на ладошку капните, одну каплю, вот так растерли в чистом виде, посидите, подышите. Но это будет повторяться, то есть здесь нужно все равно выявить причину. Понятно, спасибо большое. Это скорая помощь. Заканчиваем мы наш прямой эфир, время подошло к концу, я благодарна всем за участие, я очень благодарна за вопросы, я рада, что участникам все это интересно, и мы будем продолжать наши прямые эфиры, основываясь, конечно, на ваши пожелания, и через неделю будет следующий эфир. Всем спасибо за участие, до свидания. Спасибо.